Всем привет! Наступили черные дни для фейкострадальцев. Много у меня накопилось на них дел. Эй, ты чё творишь? Эй, Черносвитов, совет можно? Смотря о чём, спрашивай. Я думаю, тебе не нужно опускаться до уровня выяснения отношений. Тебе нужно вести себя, как я. Ты вообще кто такой? Я твой совет просил. И вообще, зачем ты в меня кидаешься туалетной бумагой? Это сертификат по джиу-джитсу, а не туалетная бумага. Мужик, это туалетная бумага. Я думал, ты тоже мастер, а ты блабол. Вы думаете, я тут прикалывался? А нет. Этот диалог недавно состоялся у меня в ВК в личке. Вот он. Сейчас смотрю видео, являясь черным поясом по джиу-джитсу Хокотэрю, синим поясом по кикушин карате и КМС по рукопашному бою. Вот решил сделать свою школу в отдаленном поселке от города. Смотрю ваши видео и Федоровича. Тут я сразу напрягся. И возникает вопрос. Я вот занимаюсь четырехлетним единоборством, мне уже 31. Да, хватит вам уже мериться ширинками. Вот я за всю жизнь многих мастеров поменял. Я считаю наоборот, нужно делиться опытом. Просто, ну вы же здоровые мужики. Перестаньте вы страдать фигней. Человек, который это мне написал, наверное, как минимум грандмастер. Ты позволил этому темному владыке смутить твой рассудок. Сертификат был на грандмастера первого дана. По направлению Хокутэрю джиу-джитсу. Он меня заблокировал в контакте после того, как я ему ответил. Но кое-что у меня все-таки осталось. Давайте проверим, действительно ли эту туалетную бумажку выдали в настоящем, оригинальном японском джиу-джитсу. Или же это все обычная туалетная бумага. Поехали. Субтитры подогнал «Симон» Вот что он мне в конце написал. «А вы не знаете, кто такой Аува Никетто, но при этом говорите, что он фейк? А вы сами-то основали свою школу и не считаете себя фейком? Извините, но я обратился с советом. А вы балабол». Кстати говоря, советов он меня так и не попросил. Вместо этого зато сдал кучу бесплатных своих. Итак, давайте посмотрим. Давайте мы научимся отличать, так сказать, говно от котлет. Имя мастера-основателя Аува Никетто. Он финн. Ну это нормально. Федерация, вот есть сайт, hakutoryu.com Что же тут написано? Hakutoryu стиль «Полярные звезды». Была разработана Соке Аува Никетто, который оказал значительное влияние на обучение безопасности, служб безопасности. В Финляндии получил международное признание военного инструктора. Кажется, многообещающе. Японское название стиля призвано отдать дань уважения в стране рождения дзюдзюцу. Японии. Hakuta дзюдзюцу было принято во всех крупных международных организациях как собственный стиль. У стилевого направления есть своя система поясов, принятая повсеместно. Кроме того, энтузиасты этого вида спорта носят эмблему своего стиля – красные треугольнички на кончиках похожих поясов. Тут написано просто на кончиках. Стажировка в хельсинском клубе джиу-джитсу началась в 1977 году. И он стал первым в Финляндии клубом джиу-джитсу, среди боевых искусств практикованных в Финляндии Хакутта джиу-джитсу завоевала признание и является одним из самых популярных видов спорта. Действительно, Хакутта джиу-джитсу сильно распространилась. В Финляндии его практикуют в 46 клубах, а также в нескольких закрытых гарнизонных полицейских клубах. Хакутта рю также сильно распространилась, например, в России, странах Балтии, а также в Иране, Эквадоре и США. Я думаю, что любого человека, который не специалист, вот это все должно удовлетворить. На самом деле, эта фигня написана на всех сайтах всех фейковых клубов. То есть, все они тренируют спецназ, полицию, потому что это невозможно проверить. Если вы работаете со спецназом или с полицией, ни один спецназ из полиции не доложит вам эту информацию. Кроме того, и спецназ, и полиция точно так же легко обмануть, поскольку они тоже потребители и никогда в жизни не видели никаких техник. Стоит уяснить, что до определенного момента полицейские тоже штатские. На видео многострадальная словацкая полиция. Кажется, ее может и обидеть даже ребенок. Русское боевое искусство ведовой. Как вы понимаете, при жизни она называлась хапкидо. Ну, до того момента, когда она стухла. То есть, для нас это ровным счетом, кроме слов, ничего не значит, если нет ни одного факта подтверждения. Более того, даже у меня есть благодарственное письмо от МВД России, так скажем. Ну вот, и при этом я никого не тренировал. Короче, то, что он обучался какому-то оригинальному стилю джиу-джитсу, эта информация по-настоящему отсутствует в этом во всем. Мне это напомнило нашу бесстрашную идеену Варченко. Мазнать и делать. Поэтому копаем дальше. Теперь давайте проанализируем, что мы сейчас прочитали. В принципе, информация о том, что основатель стиля полярной звезды. Бл***ь, я брежу. Это же кажется аниме. Кулак полярной звезды. Помните? В данном видео ты узнаешь, о чем же было аниме. Кулак северный или же полярной звезды. Да, я оказался прав. Есть оригинальное аниме 1984 года. Называется оно «Кулак полярной звезды», состоящий из 104 серий. И есть некий финн, Аува Ни Никетто. Как написано на его сайте, сериальный стиль Хакута Рю Джиу-джитсу основан саке Аува Ни Никетто. Видимо, он пересмотрел в детстве аниме. Потому что название на его майке в точности совпадает с надписями в названии аниме. Хакутто. Кулак полярной звезды. Новая эра. Что я нашел об аниме? Создание манги Хакутто Но Кен, создатель манги Тацуо Хара, заявил, что давно хотел создать мангу с уклоном на боевое искусство. Причем особенно на том, который специализируется на прожжении жизненно важных точек. Сам мангака очень увлекался боевыми искусствами, особенно в джиу-джитсу. Так мангака предпринял попытку создать свою первую мангу «Айрон Дон Ксуиксоты». Господи, Ксуиксот. Однако, когда были созданы первые главы манги, экономический рынок находился в плохом состоянии, поэтому манга не получила никакой популярности, была обречена на провал. Публикация была свернута после выпуска 10 глав. Но в апреле 83-го года в журнале Шонен Джампа снова была короткая история пилотной версии Хакутто Но Кен. Данные главы быстро приобрели популярность среди читателей, после чего в том же году вышло продолжение под названием «Хакута Но Кен 2». Позже данные ваншота были собраны в том под названием «Тэцу Но Дон Куиксот». Так, не знаю, как это прочитать. Читателям очень понравились данные истории и издание предложило Хатсу начать постоянный выпуск глав. Японский писатель предложил помогать Татсу развивать историю. Так мангака решил снова переписать историю, сделав ее более качественной и подробной. А сеттинг 80-х годов заменительно просто апокалиптический, где главный герой Кенсиро из молодого парня-школьника с трагическим прошлым превратился в взрослого мачо-скитальца. Изначально мангу собирались выпускать 3 года на связи с большой популярностью. Этот срок продлили до 5 лет. Существует и фильм даже об этом, и, соответственно, и существует аниме. Как можешь ты отрицать свою судьбу? В принципе, как вы понимаете, сам создатель Аува Ниньи Никетто и не скрывает, что это фейк. Он не имел никакого отношения ни к одной школе оригинального джиу-джитсу, а его название это калька с детской сказки. Возможно, мы сейчас предположим, что вместо деревяшки мы нашли гнилушку. Давайте копать дальше. Вот история самого Аува. Аува Ниньи Никетто, год рождения 54-й. Финский инструктор боевых искусств и инструктор по технике безопасности. По технике безопасности. Это такой перевод, сори. Понятно, что по самообороне, видимо. Он наиболее известен как основатель стиля Хакута Рю-джиу-джитсу. У него наивысший из возможных пояс в собственном направлении стиля. Черный пояс 10-го дана Хакута Рю-джиу-джитсу. И черный пояс 6-го дана по кикбоксингу. Я не знал, кстати говоря, что в кикбоксинге есть вообще черные пояса. Возможно, в Финляндии есть. Черный пояс 5-го дана по карате Иссин Рю. Так, для сведений я нашел, что такое Иссин Рю. Это действительно существующий стиль окинавского карате, основанный Тацуу Симабуку. В 1956 году. Можете его посмотреть. Иссин Рю карате в значительной степени синтезирует Шорин Рю карате, Гадзирю карате и Кабудо. Это название буквально означает «Метод одного сердца». В 1989 году по всему миру было 336 отделений Исин Рю, большинство из которых были сосредоточены в США. Нейникет занимается боевыми искусствами с детства. Изначально он начинал заниматься боксом. Это не боевое искусство. Но давайте мы вообще немножечко будем подразделять по нашему, по нашей системе. Дело в том, что на Западе все боевое искусство, но у нас есть разница. Мы различаем между спортом. К спорту мы относим все. Туда можно отнести и бокс, кстати говоря. Это их объединяет. Бокс, например, карате, какие-то спортивные направления в ушу. Они все, получается, у нас впадают в спорт. Есть спорт, есть единоборство, есть рукопашный бой. Есть какая-то самооборона и есть понятие боевого искусства. Тут как бы боевым искусством и не пахнет. Давайте я немножечко буду говорить, что отличать это. Ну, читаю я как есть, как написано. Он бы занимался боевым искусством из детства. Изначально начал заниматься боксом в Хельсинки Powerlifters в возрасте 8 лет. В боксе он выиграл чемпионат в Финляндии среди юниоров категории 75 кг в 1972 году. Чувствуете, да, юниорчик 75 кг? То есть, это, по-моему, до 14 лет что-то такое. И бронзовую медаль чемпионата в Финляндии в общей серии в 1974 году. После боксерской карьеры Нейникета начал заниматься карате, где в 79 году выиграл в золото чемпионата в Финляндии в тяжелом весе. То есть, ну, в общем-то, он вырос и через 5 лет он стал реально в тяжелом весе. В принципе, вы увидите, он действительно здоровый мужик. В 1980 году Нейникета привез кикбоксинг в Финляндии и начал заниматься в этом виде спорта на курсах и сборных. На сайте есть какая-то информация. Говорится о том, что стажировка в хельсинском клубе джиу-джитсу началась в 77 году. Он стал первым в Финляндии клубом джиу-джитсу. Они пишут, что джиу-джитсу он начал обучать в 77 году. Но Нейникета познакомился в реале с джиу-джитсу во время боксерской поездки в Швецию, где он также занимался тем видом спорта до синего пояса. В 77 году он начал свой первый курс джиу-джитсу в Хельсинки. То есть, начал обучать. Действительно так. То есть, они как бы выкидывают всю информацию. Но, по-стоящее, он еще был синим поясом в 77 году. Каким? Вопрос. Я порылся. То есть, вот он два года спустя, он получил свой первый черный пояс от Ричарда Морриса и Роберта Кларка. То есть, первые данные получают... Мы уже разбирали Ричарда Кларка, по-моему, было дело. Роберта Кларка, пардон. И это так скажем, не совсем настоящий джиу-джитсу более чем. Там где-то очень отдаленно, когда-то появлялась какая-то преемственность к японскому джиу-джитсу. Но это было очень-очень давно. То есть, и в реале как бы перенос там реально очень плохой. Там на джиу-джитсу мало похоже. Ну, давайте смотреть дальше. Ну, короче, понятно. Джиу-джитсу Роберта Кларка не имеет никакого отношения к настоящему джиу-джитсу. То есть, там сборная солянка из разных видов. Да, больше каратэ, опять же. И второстепенно опять где-то уворованная айки-джитсу. Прием айки-джитсу. Меня сразу, честно говоря, смутила техника, которую они применяют, показывают в своих роликах. Но поехали изучать дальше и не будем столь пристрастны, так скажем. 4 ноября 2007 года лагерь 30-летних Кутырю в Турку морис присвоил почетное звание 9-й дан Исаке. Ну, хоть не сам все видал, да, но по-настоящему морис точно такой же 9-й, 10-й дан грандмастер, как и, в принципе, наш Такен Аува, да. В марте 14-го года на галлой вечере Будо в лагере 60-летний Никита в Хельсинге он был награжден черным поясом 10-й дан. То есть, через 7 лет он стал 10-м даном. По Хакутырю джиу-джитсу и черным поясом Штейдан по кикбоксингу. Так, вот выдержки из журнала Сити. Они очень знаменательны, поскольку касаются и России тоже. Как он попал в счет в Россию? Аува Ни Никита служил телохранителем эстонского руководства. Избив 200 человек до потери сознания и установив стиль быстро распространяющегося джиу-джитсу. Ребят, кривой перевод, но я его буду использовать. Он занимается безопасностью в опасных водах и его информацию нельзя найти в публичных архивах. Видимо, информацию о нем нельзя найти в публичных архивах. Мы нашли именно там. Аува Ни Никита профессионал в области насилия. Но может ли он плакать? На стене мы видим плакаты джиу-джитса, самурайские мечи, воспоминания друзей, вымпела эстонской полиции и трудолюбивой русской группы Альфа, которая в октябре 2002 года освободила заложников Московского театра. Мне кажется, что это речь идет о Норд-Осте. И я, насколько помню, они еще при этом уложили дофига заложников. То есть, они умудрились мало того, что отравить всех, но еще не выдать антидот врачам. Есть фотография Владимира Путина в джиу-доге. Есть грандиозная картина Маслова Эмили Карлсона, основателя хельсинского легкоатлетического клуба. В ящике стола спрятан пистолет с девятью патронами немецкий зигзауер. В окружении персонажей мужского мочизма находится Аува Ниинекетта, мастер и телохранитель в джиу-джитсу, партнер Российской Федеральной Службы Безопасности. Оказывается, это, с позволения сказать, джиу-джитса широко представлено в России. Например, в 2011 году он проводит семинар в клубе «Сибирский Барс». Это Барс? Скажите им, что это волк. Барс, вот. И демонстрирует, несомненно, там жужжитсу. Я, конечно, шучу. Ничего общего, с жужжитсу это, конечно, не имеет. Это действие вообще трудно идентифицировать, иначе как большой толстый тролль расправляется с маленьким худеньким хоббитом. Особо изощрённым методом. А он съедобный. Сейчас попробуй. Вот защита от удара ногой. Вот от удушения. Удар в голову. Кажется, у Толкина это называлось хоббит путешествия туда и обратно. Что же касается техник, которые представлены на различных видео, это явно обычная спортивная техника разных направлений, не имеющая к настоящему жужжитсу никакого отношения. Тут вам и тэквондо, и вольная борьба. Опускаемся. Заходим за спину. И каратэ, и айкидо. Техники акидзюцу, дзюдо, бразильского джужжитсу. И даже филиппинская работа двумя палками. Арнис. И вообще у меня сложилось впечатление, что там кто во что гораз. Кто чем владеет, тот то и показывает. Нет тут только джужжитсу. Настоящего, японского. Это все совершенно опасная практика, никоим образом не связанная с обучением японскому традиционному джужжитсу. Какой бы то ни было школы. Они проводят и соревнования по своему виду. Играет музыка. 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 Куда попадают несомненные дети? Уж в клубах они точно есть. Общаться с родителем, тренером в неформальной обстановке, мы надеемся, что ребенок получит хороший опыт и будет дальше покорять вершины спорта. Это я говорю для того, чтобы родители внимательно следили, куда попадают их дети. И не поддавались на красивые обертки, пусть эти конфетки даже финские. Ежегодно, зимой, мы проводим предотвестационные семинары по джиу-джитсу к рукотарю. Они используют японское название и прикрываются японским джиу-джитсу, чтобы у вас, у родителей, неискушенных в области боевых искусств, не возникало никаких вопросов об их уровне компетенции. Было 300 детей, много взрослых, было замечательно. Вот пример тому, что я говорил. Защита от удар рукой, градмастер 9-го Дона, Аува Нинникетте. Мы ее уже видели. И вот типа его ученика, Ким Танху Нина. И это тэквондо. С точки зрения прикладного джиу-джитсу. То есть оно отличается кардинально от спортивного, от бразильского. А это тоже грандмастер, но только уже российский. Милости просим, занимайтесь спортом, всегда вам рады. Тренер Короткев Евгений Юрьевич. Черный пояс, шестой дан, халакута, рю, джиу-джиу-джиу. Блэк-белк, биджи-джи, мастер спорта под джиу-джитсу, заслуженный тренер России под джиу-джитсу. Оказывается, теперь есть заслуженные тренера и мастера спорта под джиу-джитсу. По несуществующему стилю джиу-джитсу? Это как? Опять же, не обольщайтесь, все эти вещи легко проверяются. Они сами создали свою федерацию. Они создали сами свое направление в джиу-джитсу. Если сейчас пороемся, мы все это найдем. Смотрите. Кроме этого, он, похоже, еще и силовик. Вот мы находим его типа учителя. Панкратов Олег Анатольевич. Технический директор Российской Федерации, джиу-джитсу, тихан. Тоже шестой дан. Дело в том, что они в двух разных направлениях. Они оба из Новосибирска. То есть мы сразу это все находим. Один занимается якобы японскими джиу-джитсу. И второй занимается якобы японскими джиу-джитсу. По-настоящему оба они не совсем занимаются джиу-джитсу. Вот мы читаем. Он технический директор Российской Федерации джиу-джитсу. Это все, грубо говоря, создают некую группировку. Которая начинает крышевать все джиу-джитсу. Они под себя подминают право управления джиу-джитсу. Никого другого они туда не пускают. Они начинают друг другу. Они проводят соревнования. Они назначают друг другу чемпионаты. Чемпионаты мира могут провести запросто. Всех пригласить. Никто не приедет. Вот вариант, например, технический директор Российской Федерации джиу-джитсу. Сихан Штойдан. Президент Сибирской ассоциации джиу-джитсу. Президент школы Грейси Бара Новосибирск. Президент российско-японской школы джиу-джитсу Тайсей. Естественно, никакой российской школы джиу-джитсу не существует. Ее просто физически не может существовать. Все школы джиу-джитсу имеют под собой какие-то семьи в Японии. Это имущество. Это школа джиу-джитсу, школа айки-джитсу. Это имущество. Если вы не привязаны к этой школе, вы не можете физически его никаким образом знать, обучаться и преподавать. Все ученики входят как бы в семью в эту школу. Ответственный секретарь Новосибирского филиала Российского союза боевых искусств, вице-президент Сибирской ассоциации Айкидо. Если полнее, вот тут он представлен чуть позже. Технический директор Российской федерации джиу-джитсу, директор-координатор Российской федерации джиу-джитсу по Сибирскому федеральному округу. Президент Сибирской ассоциации джиу-джитсу. Член президиума Российской федерации джиу-джитсу. Секретарь филиала РСБИ по Новосибирскому области. мастер боевых искусств РСБИ. Все, что створит РСБИ, это все антинаучно. Это все идет против интересов и целей боевых искусств. Президент российской и японской школы джиу-джитсу Тайсэй, вице-президент сибирской айкидо, президент школы бразильского джиу-джитсу Грейси Баро-Новосибир, тренер-преподаватель высшей категории. Все, что официальные должности, все, что относится ко всяким российским федерациям джиу-джитсу, все, что относится ко всяким РСБИ, это все мы сразу отбрасываем. Это все фейковые официальные бумаги, отсознанных самими собой федераций, отсознанных самими собой общественных организаций. То есть в России такая практика. Вы ставите организацию и сами себе все выдаете. Но никто вас никогда не признает должного уровня. Образование высшее, стаж занятий боевых искусств, 42 года, инструкторский стаж 39 лет. Но вот если мы взглянем на ту страничку Центра Русь, то увидим немножко другие данные, где он преподает. Образование высшее, стаж занятий боевыми искусствами 31 год. Инструкторский стаж 28 лет. При этом это данные совсем свежие, 21 года. С современными адресами и расписанием. Штой дан джиу-джитсу Российской Федерации джиу-джитсу World Kabudo Federation. То есть понятно, что Штой дан джиу-джитсу ему выдали опять же точно такие же фейковые мастера. Выкидываем. Штой дан кикушин Будакай. И третий дан айкидо Айкикай. Из этого всего я вижу настоящий только третий дан айкидо Айкикай. Айкикай это единственная настоящая федерация в этом списке. Которая действительно имеет отношение к чему-то настоящему к айкидо. Потому что Штой дан кикушин Будакай, напомню, Будакай у нас уже зашкваривался. Он у нас уже попадал. И я на всякий случай напомню, что Кикушин Будакан это та самая особая школа Кикушина. Некого Блюминга. Йон Блюминг. Который нараздавал слонов всем, кому не по пути. И там самый главный академик Федеришин. Девятый дан, по-моему, если я не ошибаюсь. И Бадюк какой-то восьмой что ли дан. То есть вы понимаете уровень этой школы, если там человек шестой дан, да? Чем отличается мастер от других? Тем, что он может вот это, которое вы учили вначале, применить. Понимаете, в чем прикол? И этим отличается школа от не школы. Рыть. Бля. Сука. Что я сделал? Сама. Сама. Эс. Раз, два, три. Насчет самой Тайсэй Федерации Тайса или Тайсэй, где он там шестой дан, да? Вот туда, вот она сюда смотрит, да? Вот сюда ее двигается. Курирует его по джиу-джитсу якобы сенсей Масахиро Сато. Я посмотрел на вообще, что в принципе Масахиро Сато нигде не значит его очень трудно найти. Они создали даже фейковый аккаунт в ВК для него, где они друг другу пишут, и тот якобы, ну то есть они его поздравляют там с днем рождения, а они его поздравляют, он им типа того, что отвечает. То есть по-настоящему даже, они даже сделали из него некую марионетку, да? Я думаю, что он не использует, естественно, ВК. Масахиро Сато, я посмотрел видео, я нашел семинар, который проводится у них там. Это единственное настоящее вообще, вот знаете, для меня было вдохновение увидеть Масахиро Сато, потому что я увидел действительно настоящего японского мастера Акидзюцу. Я все-таки признаю, что это ближе к Акидзюцу находится, чем к Акидо, то есть гораздо ближе. То есть ближе настолько, что я готов признать, что это Акидзюцу, да. То есть понятно, что не то, что это я готов признать, да, да, я идентифицирую, что это, по моему мнению, это Акидзюцу, да. Но это единственное светлое пятно во всей этой долгой истории вот всего этого мухляжа, да. То есть мы отбрасываем все, вот это, весь мусор, да, Штой Дан Будакая, Кикушина Будакая, отбрасываем Штой Дан Джюджитсу, остается только третий Дан Акикай, который хочет расти по направлению Акидзюцу, да. И в принципе это похвально. Вот на этом мы здесь остановимся, хотя, например, мне не очень понравилась манера затягивать туда девочек, да, выдавать им черные пояса. Там видно на видео, да, что они полные нули. То есть это очень-очень плохо. Я не знаю, не стыдно ли самим им перед Масахиро Сато стоять с черными поясами с таким просто днище, а не уровнем. Итак, дальше. Хочется затронуть еще одну тему, да, об РСБИ. Потому что везде, где появляется эта уникальная организация, там везде есть фейковые мастера. Там процентов, я не знаю, мне кажется, что там процента два вообще настоящих людей, которые к чему-то вообще относятся по-настоящему, да, которые действительно ездят, обучаются, которые серьезно относятся, которые действительно имеют отношение к нормальным школам, да, и у которых можно учиться. То есть два процента всего. Все остальное это фейк. То есть фейк, подделка. Вот вы можете практически с 100% уверенностью в столкнувшейся РСБИ натолкнуться на подделку. То есть поэтому здесь я опять же предупреждаю, да. То есть для нас это как знак качества, да. Да, да, все профессиональное преподавание, многие очень почему-то говорят, что коммерс, есть такой Пшеничников, он написал, что я коммерс от БИ, потому что я прошу деньги за свои видео. Это называется, ребята, боготворительность. Когда видео бесплатное, да, но вы можете помочь мне деньгами, да, чтобы я дальше снимал какие-то видео. Это называется боготворительность. Вы оказываете мне боготворительность по-моему еще. То есть нет обязательной связи между товар и деньги, да. То есть тогда как обучение всегда идет в обмен на деньги, да. То есть там нет такого правила, что вы можете платить, можете не платить. Есть у вас деньги, вы платите. Нет денег, не платите. И сами назначаете сумму. То есть в принципе точно по таким же схемам действуют, например, буддийские общины. И там точно так же приезжают, вот мы приезжаем, тренируемся, оставляем денег, сколько надо, да, сколько мы можем дать. Я думаю, что уже понятно, что на вопрос о том, является ли сертификат на первый дан черного пояса с джужицу, полученном в школе Хакутырю, Ацаки, Аува и Ниникетта, настоящим черным поясом под джужицу, вы можете уже себе ответить. Я думаю, что ответ будет нет. Почему мы проверили, и Аува и Ниникетта по-настоящему изучал каратэ? И обучает он по-настоящему тоже каратэ? Пусть по-хому, но все-таки каратэ, да, он его действительно обучался по линии преемственности. Джиу-джитсу же он никакого не изучал. Соответственно, он не может выдавать сертификаты по джужицу. Ну, может, конечно, выдавать, но это ничего не значащая туалетная бумажка. Вот и ответ на вопрос для мастера первого данного непонятно чего Андрея Бабанова, который совал мне в лицо свой сертификат. Вот он думал, что мастер Хакутырю настоящий, а он боксер и каратист. И немного занимался по направлению Роберта Кларка. Почему я сразу определю, что сертификат фейковый? Я думаю, для многих это будет важно, да. Обратите внимание, что подпись на сертификате европейца. Обычно оригинальный джиу-джитсу сосредоточено в Японии. Его нет больше нигде, ни в Китае, ни в Корее. То есть, есть определенные школы, да, какие-то филиалы. Например, как вот в Хапкидо есть филиал в Сингапуре, по-моему, да. То есть, они просто очень много лет, если существуют, там 30 лет, 40 лет, да. То это уже практически филиал, да. Они постоянно тесно очень сотрудничают. Если появляется какой-то клуб, и он берет какую-то дистрибьюцию, да, на какую-то японскую или корейскую школу, как вот, например, в корейском Хапкидо, то там должны быть всякие appointment, да, сертификаты, да, представительства, да. Все они должны быть, естественно, выданы на этот клуб, на этого человека, который представляет интересы. Ну вот, чтобы он имел право что-то выдавать вообще. Это раз, да. И второе, это должно тоже, опять же, много лет иметь, да. То есть, человек не должен просто взять бумажку, приехать и потом просто не появляться там. То есть, он должен регулярно, каждый год организовывать один семинар на месте, да, один семинар ездить, допустим, в Японию. Поэтому на сертификате обязательно должна быть надпись, подпись головного мастера. Черный сертификат просто обязан быть за подписью головного мастера. То есть, и подпись должна быть японца. Либо, если очень крупная организация, может быть, это не японец. Ну, например, как в Тэквондо, да, там просто сотни тысяч, мне кажется, человек, уже записано, да, в виде мастеров. И сертификаты могут выдавать не японцы. Просто по линии этого. Но там нужны другие атрибуты. Оригинальные сертификаты, оригинальные президенты, подписи и так далее, оригинального президента, который реально числится за той федерацией. Ну, и, соответственно, как бы там появляется специальная печать, специальная защита. Этот сертификат вообще не производит впечатления настоящего, если честно. То есть, грубо говоря, если у вас весь текст написан по-английски, то есть, сделано не с японским, японский дизайн – это есть определенная специфика. Японский восточный дизайн – определенная специфика, есть определенные правила оформления, да. То есть, соответственно, там будет только дубляж на английском языке. Обязательно первое должно быть на оригинальном языке, на японском или там на корейском. То есть, потом будет дубляж на английском языке с переводами, да. но они в качестве узора использоваться надпись из японских иероглифов кстати говоря почему-то я может быть ошибаюсь но по-моему в конце этого всего до иероглиф айки я увидел то есть он никогда не размещался в конце так что в общем то они даже не парятся так что важно даже никто такой ауго гром мастер этого направления а вообще что это вообще не джиу-житсу вот так вот и падятся фейки и они же с пены у рта защищают свою федерацию свое направление и тычут нам нам людям обученных в оригинальных направлениях свои бумажки в нос пытаясь заткнуть рты а что по вашему настоящий джиу-житсу я вот с четырех лет занимаюсь и даже выступал по правилам джиу-житсу и преподаю уже двенадцатый год и решил открыть собственную секцию я больше не могу ребят нет никаких правил джиу-житсу джиу-житсу абсолютно не спортивное направление понимаете и вы не можете не просто даже заниматься четырех лет да то есть вы просто не занимались ничем подобным то есть вы не занимаетесь джиу-житсу вы просто называете свои детские занятия джиу-житсу и свои детские в спаре спортивные возьмем до называете джиу-житсу но это не джиу-житсу то есть вот и все то есть страдает только от этого джиу-житсу по-настоящему и они главное не понимают что они не популяризируют направление столь ими любимое а уничтожают его заменяя подделкой может быть на их нетребовательный вкус и проходит и эта подделка но другие люди от этого страдают страдают сами представители оригинального джиу-житсу они недополучают какие-то доходы да не дополучают учеников то есть по-настоящему эти люди мошенники и никак иначе выдавая за настоящее джиу-житсу некую подделку это все равно что продавать фейковые товары не знаю фейковый ролик вот вы купите фейковый ролик это не краденое просто за него не заплатили второй раз такое не повторится эти сволочи сменили замки вот пожалуйста этого обратно ничего не принимается то сегодня не успеет завтра крепко пожалеет будешь долго ждать я успею все продать у кого нет наличных будет рыдать неприлично поэтому он и стоит 20 долларов да а настоящий стоит грубо говоря там пять тысяч долларов 20 тысяч долларов поэтому конечно никакой он не саке и те саке которые ему дают звание саке они тоже не саке то есть поэтому все эти советы саке межгалактические союзы зала славы мы все это уже встречали неоднократно позор даже принимать такие звания и любая попытка прилепить это звание к вашему имени должно при вами пресекаться во избежание страшного позора и так опять мы потянули за ниточку и вытащили целый клубок фейковых мастеров россия полна талантами создающими из дерьма конфетку ну уж кушайте вы ее сами всем спасибо за внимание подписывайтесь на канал не забывайте ставить лайки или дизлайки комментировать если у вас есть какое-то мнение увидимся на стримах и до скорых встреч на следующих видео пока всем привет наступили черные дни для фейкострадальцев много у меня накопилось на них дел и мне в голову влетает туалетная бумага ну то есть я в меня лучше в грудь попробовать даже в крупную фигуру попробуй один раз попасть в голову как вариант желательно пока она еще чистая всем привет накопилось дел на них ты делаешь зачем ты меня прицелил угроза мне не нравится много у меня накопилось дел на них ну я даже не знаю ты меня сейчас блин всего и почти попал попасть не может блин дел на них дубль 2 попробуй повозь сюда куда-нибудь я вообще да вот башки попробуй башки так вот вот сюда но он мягкий давай пригодайте о я попала сюда больно ну ладно кидаю меня вообще на них дел пилась на них дел много у меня накопилось на них дел всем привет эй ты чё творишь ладно я чем-нибудь выкрою думаю это уже перебор мне кажется властами совсем не бошку не бей